итак дорогие друзья всем доброе утро мы продолжаем уроки торы из иерусалима из иерусалима кимицы митцион т.ц. тора прям из циона выходит тора это очень интересно почему кстати всевышний не дал тору народу израиля в израиле как вы думаете интересно были они в египте он их вытащил вел их в израиль но тору дал в пустыне вот это вот на горе сина и никто не знает где сейчас эта гора есть разные версии но точно никто не знает это очень интересно потому что тору можно получить это кстати много мудрецов на эту тему говорили что есть что тора дается только тем кто кушает ман то есть которые и второе что тора дается тем кто мимит от смоле тот кто у себя умер умершляет на ней да что имеется ввиду то есть по-настоящему вот мы сейчас обсуждаем какие-то вещи вот царь соломон пророк он нам передал мишли он от всевышнего знания бога и так далее но подумайтесь это же реально самая высшая форма проявления божественного в этом мире и способность соединиться с божественным понять осознать хотя бы прочувствовать это тора то есть и поэтому она была дана вместе которая пустыня это место в котором не было внешних влияний вот сейчас например да идет идет там сигнал интернета тут шум какой-то тут гам какой-то у каждого в голове по сто разных проблем задач каких-то мыслей и так далее то есть очень тяжело прямо именно получить вот эту тору но если например вот полностью сосредоточиться как как мучили во втором главе когда будешь хоть ты стремиться к торе прямо вот именно от всего сердца будешь стремиться к торе то что оставим нераташем тогда ты поймешь трепет перед богом в да от элутим тимца и познание всевышнего всесильного ты найдешь поэтому главное это сильное желание сильное желание понять осознать и с божьей помощью всевышний откроет все всем шалом всем кто прямом эфире шалом все кто слушает записи шалом всем кто стремится понять всевышнего и с ним соединиться всем шалом и значит мы дошли до того что 7 8 отрывок мы закончили про вчера написано так что тот кто сеющий неправду заре а вла все еще неправду икцор а вен он пожнет беду в шевет еврато икле и бич его жестокости топ топалкой которая он гоняет кого-то она же на него повернется это мы на этом остановились меня попросил кстати еще раз сделать очень в тот раз подействовала хорошо я летел самолете из израиля из украины в израиль за мной летел один сатмарский хасид именно из такой очень хасидская закрытая закрытая семья и у него вот тоже удивительный отец раввин там они очень такие прямо хасиды хасиды и а брат его увидел вот так вот увидел айфон и все и ушел из торы все после айфона и как его пошло поехало и он просил за него молиться чтобы он яхзор быть шва чтобы он вернулся к торе и а мама его читает каждый день за то чтобы ее сын вернулся к торе книгу тейлим прочитывает и в тот день когда во время урока я сказал что вот заслуга этого урока пусть он яхзор быть шва мама прям почувствовала и пошли у них какие-то движения поэтому они он еще раз мне позвонил очень попросил чтобы зовут его из роли бен йента маму зовут йента из роли бен йента 6 яхзор быть шва чтобы он вернулся человек как раз перед рожа шана и чтобы он вернулся ко всевышнему к соблюдению заповеди все а значит мы изучаем девятый отрывок девятый отрывок говорит нам царь соломон следующую вещь значит то в айн у его рах добрый глаз у кого добрый глаз сейчас мы знаем что такое добрый глаз то в айн у его рах он будет благословлен тот у кого добрый глаз будет благословлен кинотан милях моля дали потому что дал он от хлеба своего от хлеба его он дал обездоленному значит здесь опять же мы соединяем несколько отрывков царь сам он нам сказал что в начале в седьмом отрывке что богатый над бедными властвует и становится рабом взаимодавец тот то должник становится рабом к человеку который который дает в долг это как раз он описал ту ситуацию в котором на протяжении тысячи лет миром правили касты касты там феодалы в начале были феодалы там или какие-то были вот эти рыцари там и так далее в дворяне в россии да была каста дворян и они правили крепостными до 1861 года отменили крепостное право рабство в россии отменили в 1861 году всего лишь 160 лет назад в россии каста дворян на их там было две тысячи человек может там ну 20 тысяч они владели с 50 100 миллионами русских людей это прямо удивительная такая вещь как такое могло быть в наше время это не там разные расы это одна и та же раса белые люди все и вот прям прямо их покупали продавали били наказывали забирали невесту женихов помещите просто вот так забирали себе и все то есть полностью бесправны были люди царь саламон нас предупредил что тот кто так себя ведет потом на него бит жестокости исчезнет и мы видели как в 1917 году взорвался взорвался значит а интересно что в 1825 году пыталась группа офицеров сделать восстание декабристы они называли сделать восстание против этой власти царской их казнили всех этих декабристов представляете теперь значит еще раз царь соломон нас предупредил возьмом отрывке что тот кто пытается властью силой удержать народ то его бить жестокости исчезнет мы сейчас наблюдаем это в беларуси как когда силой пытаются задавить интересно что в беларуси была страна вот если вы погуглите вы найдете что больше всего милиционеров на тысячу населения было в беларуси то есть они реально как бы народ очень держали но сейчас вот посмотрим чем закончится теперь что что имел ввиду царь соломон здесь в отрывке в девятом то в айн у и варах тинатан милах моля дали он имел ввиду что были среди вот этих вот богатых людей были те которые у них был добрый глаз и он говорит они будут благословлены потому что они давали от хлеба своего давали кушать обездоленным я сразу вспомнил такого писателя лев николаевич толстой лев николаевич толстой он хотел раздать все свои деньги он был такой вот именно чек который есть такое даже понятие в толстовцы да то есть они прям идут в народ вот такой добрый был он с этими крестьянами пахал он им лапки шил и его любили то есть он вошел в историю лев николаевич толстой вошел в историю во всем мире а значит он был человеком который вот был из высшей касты но который хотел хотел именно дать бедным людям хотел помогать лев толстой но как это нас касается то есть это же некий универсальный закон это универсальный закон что то человек у которого добрый глаз что такое добрый глаз вот мы сейчас находимся перед роша шана когда весь мир будет судиться то есть весь мир будет как как рентгеном просвечен каждый человек на его с вопросом ты ты в этом мире кто по каким законам ты живешь и по каким законам тебя судить и вот если чек задумается и подумает а по каким законам меня судить наверное же будет справедливо если меня будут судить по тем законам по которым я сужу других то есть мера за меру это же справедливо зачем двойной суд зачем вот этот вот но разная мера да должно быть все честно справедливо и тогда каждый поймет что а а у меня глаз по отношению к другим какой я людям завидую я их не люблю я их обвиняю я их ругаю я считаю ну и так далее то есть или же у меня товар что такое товар товар который вот смотрит борис борис говорит вот молодец борис борис и такой культурный хороший человек все то есть если я хорошо отношусь к борис борису то что то у меня внутри вот этот фильтр мой который называется добрый глаз моё отношение к миру если он добрый то также судят меня если он злой также судят меня понятно да теперь а как как что значит судят добрый глаз он благословлен что такое вообще понятие благословение благословение само слово браха на иврите благословение это увеличение то есть увеличение когда мы говорим чтобы ты был благословлен богатством чтобы у тебя увеличилось богатство чтобы ты был благословлен там детьми чтобы у тебя увеличилось количество детей и так далее благословение это богатство это увеличение получается что тот у кого добрый глаз у него будет он будет благословлен у него будет увеличение добра увеличение добра до мир партнер привет оттуда мира добрый глаз я знаю вот с первого взгляда мы с ним познакомились в казахстане его до мира видно хороший добрый человек теперь то ваен у и варах добрый глаз он будет благословлен а как определяется вот тут очень интересная вещь что есть у человека мир мыслей то есть тот мир мыслей в которых человек живет а если человека мир действий мир действия это то что человек делает теперь говорит вторая часть отрывка 9 кинотан милахмо ля даль потому что дал он от своего хлеба для обездоленного теперь обездоленный это не бедный вот тут интересная вещь что обездоленный а это то человек у которого было потом он потерял но он еще он работает он старается но он обездоленный у него в час очень много людей обездоленных просто сейчас вот в израиле я думаю в украине во всем мире мелкие бизнесы закрываются вот эти карантины и так далее вот все те люди которые стали зарабатывать меньше называются обездоленные теперь а вот когда чек совсем бедный понятно ему надо помогать тут у большинства людей прям сердце кровью обливается нечего кушать там сироты вдовы и так далее а вот вот этим обездоленным как бы возникает такая мысль возникает мысль такая так секундочку если я верующий в бога то я понимаю что бог все делает правильно то есть нет такого что бог делает неправильно бог это истина бог добрый бог всему миру дает существование теперь если бог кому-то сделал плохо плохо он стал меньше зарабатывать но это же бог наверное с ним как-то бог ему хочет хорошо он ему дает какой-то сигнал он какой-то отдает ему сигнал пускай он сам с богом разбирается это у человека возникает такая как бы соблазн такой да то есть внутри сказать что я при чем человек должен ему помогать я помогаю бедным я помогаю своей семье а вот этим вот среднем чего мне помогать как раз здесь и определяется динамика динамика твоего взаимоотношения с со всевышним то есть то в аэн добрый глаз он будет благословлен кинотан милахмо дал от своего хлеба вот этому обездоленному есть очень простая такая когда-то я прочитал сгула сгула для богатства да сгула это как волшебное средство для богатства которое использовал йов был такой йов есть книга йова в торе значит йов он был самый богатый человек ближнего востока я где-то когда-то в талмуде или ну в общем в торе где-то прочитал что я он всегда давал когда он что-то продавал он насыпал с горкой там семечки с горкой дает овечку он говорит на тебе овечку набирал овечки еще цветочек на тебе дополнительно там и сена на эти овечьки вот сена еще кусочек да то есть он всегда давал с горкой когда продавал а А когда он покупал, он оставлял сдачу, да, то есть он оставлял сдачу, он хотел, чтобы было у другого благословение. И через Йова шло на людей, то есть он каждому давал чуть-чуть больше, ему Всевышний давал все время больше, чем ему было положено. То есть это очень интересная такая штука, что та мера, которую человек меряет, меряет ему. И мы очень часто в ситуациях к другим людям, мы ведем себя жестко, иногда прямо конкретно сильно жестко, но к себе хотели бы, чтобы к нам относились с пониманием, чтобы нас там на небе Всевышний жалел, чтобы слушал наши молитвы, чтобы человеку у него вроде все хорошо, он все просит, просит, просит. А к нему подходит, ты говоришь, слушай, у тебя и так все хорошо, ну, что тебе надо, обездоленный, да, у тебя же еще нормальная жизнь, все, давай. И человек не замечает, но он все время устанавливает ту меру, которую дают ему. Например, вот я вам скажу, «Чедрые чаевые» Юрий Гололобов, да, Дональд Трамп, Дональд Трамп, один из самых сейчас влиятельных, богатых и успешных людей мира. Я когда-то читал его книгу, которую он написал в 80-м году, еще там, ну, не 80-е годы, называется «Думай как миллиардер». И он говорит, у меня принцип, я даю чаевых 20%, не 10, а 20, пускай люди меня знают и помнят, что через меня к ним идут деньги, и когда я захожу там в тот ресторан, в который я захожу, вскативают все официанты и говорят, о, Трамп пришел. Да, он давал такой совет, которым он сам пользовался, то есть он рассказывал в этой книге «Думай как миллиардер» свою систему мышления. Вот я оттуда запомнил, что он советовал давать 20% чаевых, а не 10, не 15, как дают все. Хорошая как раз иллюстрация, иллюстрация вот этого отрывка или Толстой, или Дональд Трамп. Теперь девятый отрывок, десятый отрывок, двигаемся дальше. Десятый отрывок, он переводит вообще, опять же, тема взаимоотношения с людьми, но не финансовые. Не финансовые взаимоотношения. Смотрите, десятый отрывок. Гареш летс вееце мадон, ваишбот дин векалон. Значит, дословно переводится отрывок так, десятый отрывок 22 главы Мишли. Значит, говорит царь Соломон так. Выгони насмешника, и уйдет, и уйдет раздор. Значит, выгони насмешника, и уйдет раздор. Ваишбот дин векалон. И прекратятся тяжба и конфликты по срамлению. По срамлению, такое слово старое. Значит, есть разные типы коммуникации между людьми. Вот, например, сейчас очень сильно пропагандируется такая коммуникация, которая называется вот Comedy Club, там Comedy Woman. Вот эти все, ну, такие вот, такой стеб. Знаете, метод общения стеб. Высмеивать, стебать, троллить. Такое еще слово есть, тролли, да? Ты хочешь быть популярным? Давай тролль других. Конфликт. И этот способ коммуникации, он вызывает интерес. Действительно, это любой человек может проверить. Идешь по улице, начинается где-то конфликт, драка, сразу толпа собирается, интересно, что произошло, как. То есть, это такой дешевый, легкий способ привлечь к себе внимание. Но, но, если мы посмотрим потом, чем это все заканчивается, то это все заканчивается насмешники, вот эти насмешники, которые стебают, они рано или поздно, они попадают в очень жесткую конфликтную ситуацию с кем-то, который не хочет уступать. Они вроде бы не обижаются друг на друга. Есть, я случайно видел один раз, такая в интернете прожарка, да? Когда они позорят конкретно на экране, собираются вот такие вот несколько человек и позорят одного, а потом этот один позорит остальных в ответ. И народ смотрит все. Но потом, если мы посмотрим на их жизнь, то они из судов не вылазят. Они из судов не вылазят. То есть, все вот эти люди, прям конкретно, пофамильно, если вы про каждого из них погуглите, разводы, конфликты, скандалы, суды. То есть, здесь нас предупредил царь Соломон следующее, что если ты вот так ходишь по грани, троллишь, стебешь, насмешничаешь, сплетничаешь, лошонара, насмехаешься, даже просто делаешь замечания, критикуешь и так далее, то есть, обратное от доброго глаза, то что это будет, обязательно будут какие-то суды, раздоры. Значит, если ты такого человека встречаешь в своем окружении или в себе, его нужно выгнать, говорит царь Соломон, и тогда не будет ни суда, ни позора. Все, не стебем, не насмешничаем, и не будет конфликта. Все. И тут же нам царь Соломон говорит наоборот, а каким надо быть? Одиннадцатый отрывок, вот мы на нем сегодня закончим. Одиннадцатый отрывок, говорит царь Соломон, Оэф Тар Лев, он говорит, тот, кто любящий людей, и у кого чистое сердце, Оэф, тот, кто Оэф, вообще у него есть вот это понятие, любящий. То есть, тут он как бы нас ведет дальше. Есть добрый глаз, вот если вы посмотрите на любую вещь добрым глазом, то есть, вы найдете в ней хорошее, то вам следующим этапом легко будет эту вещь или человека полюбить. Полюбить, это значит захотеть с ним слиться, да, как бы стать с ним. Что такое полюбить? Полюбить, это когда тебе эта вещь нравится. То есть, вначале ты смотришь на нее добрым глазом, потом Оэф, ты становишься ее любящим, то есть, ты начинаешь с этой вещью соединяться, и тогда у тебя Таор Лев, чистое сердце. То есть, когда ты не впускаешь в себя всю эту гадость, когда ты не смотришь на все негативным взглядом, когда ты понимаешь, стараешься на все смотреть с хорошей стороны, ты этим самым очищаешь свое сердце. У тебя вдруг становится внутри такая, как родниковая вода. Значит, ты Оэф, ты любящий, такое у тебя сразу лицо, представляете, любящее такое лицо. Ты Таор Лев, у тебя чистое сердце. Хэн Сфатав, у тебя приятные уста. Что такое приятные уста? Здравствуйте, что у вас хорошего? Хорошо выглядите сегодня, прекрасный день. Слава Богу, значит, приближаемся к праздникам. Ну и так далее. То есть, это называется хэн, приятность на устах, когда ты замечаешь хорошее, говоришь о хорошем. К чему это все приводит? Реу Мелых, становится другом царя. Дословно, Реу Мелых, ближний его царь. Ближний его царь. Значит, здесь есть, представьте, царь Шлома, он таким кодом говорил. То есть, такой человек, который любящий, представьте, он излучает любовь, у него внутри любовь, он любящий. Он Таор Лев, у него внутри чистое сердце вообще, у него никаких нету вообще внутри негатива вообще нету. Чистое сердце. У него хэн сватаем. У него чистые уста, он говорит приятные вещи людям, себе. Так он приятный в разговоре. У него, он тогда становится Реу Мелых, он друг царя. Здесь объясняю так. Во-первых, цари таких людей очень любят, потому что с тем царю общаться, с этими негативными он не любит. То есть, он такой становится очень добрый, он может с царем подружиться. Это раз. Второе. Здесь есть намек, что кто на царь царей. Мы сейчас как раз в Роша Шана. Всевышний становится царем. Он становится царем, который выносит приговоры. Значит, если ты подходишь к Роша Шана, вот таким любящим, у тебя внутри любовь, та мера, которую человек меряет ему с неба, ты любящий, тебя любят. У тебя, Таор Лев, ты очистил свое сердце, у тебя нет никакого негатива, зависти, у тебя нету никаких вожделений. Ты, Таор Лев, у тебя стремление только в сердце служить Всевышнему, делать добрые дела и жить правильно. Теперь дальше. Хэнс Фатаф, ты говоришь только приятные вещи устами и внутри себе, и людям окружающим, только приятные вещи. Тогда ты будешь другом у царя, тогда ты с Богом будешь в близких, дружеских отношениях, будет у тебя хороший год, хорошие постановления. То есть та мера, которой ты меряешь, ты можешь рассчитывать, что замеряют тебе. Если ты себе в этом мире взял роль прокурора, какого-то там воина, воина с чем-то и так далее, то ты можешь рассчитывать, что ты выходишь на поле боя и та мера, которую человек меряет, меряет ему. Поэтому я всем советую быть добрыми, чистыми сердцем, с приятными устами и быть близкими к царю, то есть друзьями у царя. И с Божьей помощью, чтобы все получили ктива, выходима, тува. Значит, чтобы были записаны и запечатаны хорошим печатью, на хороший год, чтобы закончился уже вот этот вот год, который сейчас очень такой сложный год, который просто все еще раз показал, что человек не правит миром, что маленький микроб ломает полностью весь мировой порядок. И есть Всевышний, который управляет мирозданием, прям каждой клеточкой, каждой ситуацией. И как только ты это понимаешь и начинаешь выполнять то, что он сказал в Торе, сразу попадаешь в новый хороший мир. Удачи, успехов! Кто учит и повторяет, кто учит и не повторяет, похож на того, кто сеет и не собирает урожай. Поэтому напишите своих три вывода, поделитесь выводами, и встречаемся завтра с Божьей помощью. Всем пока! Счастливо! Хорошего, прекрасного дня! Счастливо!